ТАТВА ТАСТАТАНУ ГРАХАТ ГРУЯ СНИГДАСЯ ШИШЬЯСЯ ГУРА ВОГУХЯМ АПЮТА ГУРА ВОГУХЯМ АПЮТА Пожалуйста. ГУРА ВОГУХЯМ АПЮТА 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 духовной жизни заключается в том, чтобы доставить удовольствие духовному учителю и таким образом можно получить его искреннее благословение. Шилович Иначе Краварти Токур воспел духовного учителя в своих знаменитых восьми строфах. Я в глубоком почтении склоняюсь к лотосам стопа моего духовного учителя. Достоять удовольствие личности Бога можно только удовлетворив своего духовного учителя. Если же он не доволен, ученик идущий путем духовного осознания терпит крах. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы ученик был послушным и безоговорочно подчинялся истинному духовному учителю. Шилосута Госвами как ученик удовлетворил всем этим требованиям, поэтому его сведущие, осознавшие из себя духовные учителя, среди которых были Вясадева и другие, сполна дарили его своей милостью. Мудрецы на Мишаране были уверены, что Шилосута Госвами истинный и духовный учитель, и потом уже ожидали услышать его. Это текст восьмой мы прочитали, здесь короткий комментарий, мы немножко обсудим, может быть почитаем еще. Это порядковый номер текста у вас или порядковый вы читаете? Вот так, это первая песня, первая глава, уже сегодня восьмой текст, хорошо. Новый год, новая жизнь. Начнем все заново. Может быть в этом году мы будем более успешны. Но тут описываются секреты, успехы, нам известны. Что там у вас? Смотрите, насколько быстрее у нас лекция. Итак, здесь мудрецы на Мишаране. На Мишаране это святое место, известное, через которое проходит ось Вселенной. Есть место на Земле такое. Это ось Вселенной и полярная звезда на вершине этой оси. Она проходит через всю Вселенную. На Земле это называется место на Мишаране. Там пройденные жертвоприношения или воспевания усиливаются во много-много крат, поэтому они собрались именно на Мишаране. Перед видя смену эпох, неблагоприятную смену эпох. Они ищут совершить там жертвоприношение, чтобы сдержать влияние века Калия. Это, ну, природа мудрецов. Это как человек умирает на поле битвы и умирает, он не свернет, должен до конца выполнить свой долг. Если вы мудрецы или преданные, если мы с вами выбрали такой путь, мы должны тоже, ну, до конца эту роль выполнять. Неважно, какая юга или какая другая юга, или что-то еще, мы просто продолжаем распространять сознание Кришны. Это наша дхарма. И на этом пути потери нет, на пути дхармы нет потерь. Ради дхармы можешь спокойно отдать жизнь, ничего не потеряешь. Если ты хочешь просто сохранить свою жизнь и отказываешься от дхармы, то наоборот, что ты приобретешь таким образом? Может быть, ты продлишь себе жизнь, но эта жизнь будет в позоре и в несчастье. Хуже смерти будет. Ну, и сейчас век Калия эта эпоха все-таки сменилась, которая была тогда на стыке, сейчас она уже сменилась. И люди практически все же отказались от дхармы и живут в жизни хуже смерти большинства. И они постепенно именно к этому пониманию приходят с опытом, что «О, слишком много страданий, слишком много проблем. Это не жизнь». То есть, каждый такой заключение практически сейчас разумный человек сделает, что это не жизнь практически. Я бы не хотел снова так повторить то же самое. Все люди расчаруются. Одна из причин влияния века Калия, другая причина в нас самих, что мы рождаемся в этой эпохе. Именно интерес к этой эпохе, к воплощению порока. Эпохи меняются, и хорошие, и плохие есть времена. Мы познаем то и другое. И очень хорошие вещи можем познать с вами, и очень плохие можем познать то и другое. Необходимо понимать то и другое. Баланс. И когда мы, как дети Калиюги, приходим в сознание Кришны, мы несем эти все недостатки сюда, приносим и практикуем. Мы практикующие, преданные и полны всех недостатков. В уме, на практике. И даже еще не знаем, какие недостатки у нас скрыты в процессе жизни. В жизни это обнаруживается, что мы тоже невысоких качеств можем смолодушничать, обмануть, съедрить, сбежать откуда-то от ответственности. В процессе именно практики жизни мы видим в себе те же самые пороки, которые есть люди, которые мы критиковали, критикуем. Мы сами больны тем же самым. Сегодняшняя новость, у меня в телефоне там был знак, я посмотрел, а там новость. Просто от НТВ. ЧП. Когда мужчина в России, в Москве, двоих детей, мальчишек, оставил в аэропорту с запиской, позаботьтесь и бросил их. Потому что бросил детей. Сейчас по всей Москве там это все обсуждают. Как? Почему? Говорит, не мог прокормить. Мать ушла, бросила, дверь ухлопнула, отказался детей от семьи. Он их просто в аэропорту бросил уехать. И люди это обсуждают, говорят, вот это такой плохой человек. Никто не скажет, что Калиюга плохая, что мы все живем неправильно, что раз, такие плоды проявляются, такие вот симптомы, очень тревожные симптомы. Прабхат говорит, что садху видят очень тонко эти вещи. Для кого-то это несчастный случай, просто чрезвычайное происшествие, для кого-то это серьезный знак. Серьезный знак. Это еще один шаг к деградации. Серьезный шаг. А если даже мы сейчас это осудим громко и покажем, кто прав, кто виноват, все, шаг уже сделан, Калиюга уже сделает этот шаг. Пример есть. И сразу найдутся массы людей, которые оправдают этого человека также с другой его стороны. И другие его осудят. И это противоречие еще больше углубляется, трещина дает общество людей в сознании. То есть ничего мы не видим, если мы просто обсуждаем такие темы, что это способствует прогрессу общества. Поэтому мудрецы на Мишаране говорят сутага с вами, тут нужно что-то очень позитивное. Мы на краю гибели цивилизация духовная. И нам нужно сейчас говорить не о плохих вещах и обсуждать плохие вещи, что хорошо, что плохо, а говорить о трансцендентном. Вот мы с этими набором недостатков пытаемся встать на трансцендентную платформу, говорить о Кришне. То есть позитивно, только позитивно. Не поддерживать эти все негативные новости или недостатки друг другу, которые мы видим. Распространенная идея заключается в том, ловушка, что преданные смотрят друг на друга и говорят, как это может быть среди преданных. Если он или она преданный, как они могли так поступить, то это никакой связи не имеет с преданным служением материальной природы. Да, мы приходим со всеми недостатками, тем не менее, мы можем совершать преданное служение. Да, мы можем следовать тому, что здесь написано. Это не означает, что мы стали уже чистыми преданными. Тут не нужно удивляться, что если у кого-то есть какие-то недостатки. Недостатки все пришли из Калиюги сюда, какие проблемы? Вы не видите, что пропадает почти ряд каких-то недостатков. Он говорит, что Кришна, он говорит, что это трансцендентные вещи, больше ничего здесь нет в Багаве. Это Алла Пурана, чистейшая Пурана. Это рафинированное знание, очищенное от всех других примесей. Это выше всех Пуран. Все остальные Пураны связаны с какими-то низшими годами. Здесь истории связаны только с верховной личностью Бога, который безупречный. И нам предлагается это Пурана, вот с тех времен Суды Гасамена. На Мишаране это было рассказано, поведано. Что же? Я всегда его записал. Зачем записал? Почему записал? И что же у Кадави Гасамена появился Махаража Парикшиту? Зачем? Почему? Потому что он был проклят, Махаража Парикши. Это вызвало удивление. Как же Махаража Парикши проклят? Император, святой император проклят? Это никому пришло в голову такое сделать. Вообще Браманы проклинают, но Браманы не могут проклять святого человека. История заключается в том, что не сам Браман это сделал, а его сын не смешленый глупый. Вот как это случилось. ЧП, несчастный случай был. Гордый, мальчишка, выросший в семье Брамана, который обрет силу браманическую. И увидел малейший проступок Парикшита, несовершенство. Он решил показать свое браманическое могущество своим друзьям и проклял царя и императора. Который сдерживал натиск Калиюги вообще. Единственный человек был такой. Такой могущественный. Он его проклял на смерть через 7 дней. Когда его отец вышел из транса, он сказал, что ж ты наделал. Ты просто глупый ребенок, ты ничего не понял. Во-первых, ты лишил нас благочестивого царя. Во-вторых, Началась Калиюга. И ты первый ее проводник оказался. Ты недостатку придал большее значение, чем всем достоинством этого святого царя. Вот это Калиюга. Маленький недостаток. Это большая проблема. Все хорошие качества. Душа все выбрасывается. Религия вся. Все. Люди отрекаются от всего. Видят какие-то недостатки. А видеть нужно искренние попытки человека очиститься. Они недостатки. Это ведение называется ведение пчелы. В Калиюгу главная как бы ее черта это высокомерие людей. Высокомерие. Высокая самооценка. Самооправдание. И поиск недостатков в окружающих людях и живых существах. Постепенно они отрицают не только недостатки. Ну и хорошие вещи отрицают тоже. Их не существует. Души нет. Очень хорошо все организовано. Видите. Но здесь говорится. Ты очень ученый. Ты самый старейший ученый среди нас. Сутаго с вами. Это раз почему обращаемся к тебе. Потому что ты ведантист величайший. Знаток ведь. И ты слушал Шукадеву Госвами. Непосредственно был там. Там когда он по Рикшиту рассказывал это. Проклятому царю. 7 дней он ждал проклятия. Смерти. И 7 дней слушал. Шукадеву Госвами. Вот как царь отреагировал на проклятие. Он не мстил браманам. Ничего за душой не имел. Он просто обратился к Богу. И он понимал. Это все милость Кришны. Вот это сознание Бхагавата. Вот такой человек может слушать Бхагавата. Понимать Бхагавата. Как Махараджа Парикша. Это еще не все. Что ты там был в Великом Собрании. Старейший ведантист. Величайший ученый Сута. Но главное, что ты при этом смиренный. Очень смиренный. Поэтому, естественно, ты проник во все тайны. Только смиренному ученику знание передается. У тебя есть смирение. Это означает, что твои духовные учителя все тебе отдали. Это доказательство того, что ты обладаешь полнотой знания. Что ты не просто ученый. Ты смиренный при этом. Это трудно задать. Давайте быть очень ученым и смиренным. Невозможно на материальном уровне это имитировать. Большая ученость никогда не сопровождает свое смирение. Всегда большая гордость учености. Самая тонкая, самая глубокая. Но ты полностью как траван на дороге. С такими знаниями. С таким влиянием. Если тебе наступить на голову, то просто ниже пригнешься. Вот это знак того, что ты постиг на самом деле. Ты по-настоящему. Все знания, все тайны. Ты тебе открыты. Только чистый и преданный может быть таким. Не просто ученый человек. Поэтому сутога с вами. Научно теперь объясни все это. Раз ты обрел такие качества и такие знания. То есть они выбирают сутога с вами не просто голосование. Или кто хотел бы. Нет, они не сентиментально это делают. Не демоническим способом слепую, знаете. Выбирают, потом критикуют. Потом другого выбирают и снова критикуют. Нет, они выбирают достойную личность. Знают кого. Как эти выборы, перевыборы. Но в основном люди не очень знают. Только выбирают. Немножко, чуть-чуть по каким-то информации. Но не очень много. Но в этом случае мудрецы, они прекрасно понимали и озвучили свое понимание. Не сентиментальное понимание. Они обосновали, почему не выбирают сутога с вами. Иисус тогда с вами это слышит. И он призывает свое смирение и знание. Вот для чего они нужны. Чтобы передавать это послание. Смиренный человек должен служить. Должен передавать послание. Должен выполнять желания души окружающих людей. Душа жаждет блаженства, знания. Душа жаждет бессмертия. Кто-то же должен рассказать об этом. Тот, кто знает, должен говорить об этом. Хотя бы теоретически. Уже должен говорить об этом. Это и есть смирение. Если человек держит это при себе, это либо сомневающийся человек, либо он бессердечный. Сомневаешься не будет, конечно, проповедовать. Может есть душа, может нет души. Сами решайте. Я слышал, что есть, но я не знаю. Может быть есть. Итак, в Кали-Югу люди в основном все сомневающиеся. Потому что признак сомневающегося человека в том, что он не посвящает свою жизнь конкретно ничему полностью. Он все по чуть-чуть делает. В угоду обстоятельств. Но жизнь не посвящает ничему. Они верят и в Иисуса, и в Аллаха. Сейчас и туда чуть-чуть, и сюда чуть-чуть, и там чуть-чуть, и тут чуть-чуть. Светская жизнь – это жизнь сомневающихся людей в истине. Называется светская жизнь сегодня. Терминология такая. В этой светской жизни все знают, позволяются там свои пороки. Туда светская жизнь не вмешивается. Это личное дело. Мы не священники, мы светские люди. Мы не вмешиваясь в вашу духовную как бы сферу. Можете верить, можете не верить. Не в этом дело. Дело, что мы общество людей, которые заботятся друг о друге. О человеке. Так они говорят. Любые ваши убеждения, желания исполняются в светском обществе. В религиозном обществе много запретов. А у нас нет таких запретов. Главное – ведите себя хорошо в светском обществе. А там ваша личная жизнь – это другой вопрос. Она позволяет двойственность в светской жизни. Она узаканивает двойственность. Это и сомневающиеся люди. Они не посвящают свою жизнь ничему. Но из них, из светских людей, лидеры становятся те, кто посвятили свою жизнь. Например, карьере. Работе. А они достигают. Какого-то успеха достигают. И немалого. Они могут обрести власть, богатство. Потому что эти люди становятся великими, потому что жизнь посвятили. Они сомневаются, допустим, в каком-то материальном убеждении. Что нужно быть богатым в обществе. Нужно быть состоятельным. Нужно делать карьеру. Не нужно лениться. Они в гуне страсти более собраны. Они посвящаются свою жизнь деятельности. И они уже чего-то достигают. Но не на самом деле они великие люди. Они влиятельные люди в обществе. Но их быстро забывают или завидуют. Даже если они какие-то иизмы устанавливают, такие как коммунизм или социализм. Мы со временем это быстро тоже как-то люди забывают. И лидеров тоже этих забывают. Потому что они не проповедуют вечные принципы. А принципы согласно просто обстоятельствам. Актуальным сегодня, сейчас. Вот эта партия не права и выступает. Вот сейчас это важно. Я становлю героем становлюсь. Потом этой партии нет и я уже не герой. Я бывший герой. Все сменилось. Время ушло. А что же остается всегда? Да. Ну, абсолютное знание. То, что Христос сказал, допустим, существует больше двух тысяч лет. То, что другие пророки говорили, тоже существует. То, что Гита, то, что Шимад Балгатом говорит, оно не существует через тысячи-тысячи лет. Люди даже не верят, уже не знают, как это было написано. Уже не могут понять ничего. Остается тысячи лет. На самом деле, вечно присутствует знание. Любой пророк, если его приходит в упадок, приходит и возобновляет это. Это будет жить всегда. Все остальное, потому что здесь жизнь посвящается вечным принципам. Да, Прабхупада хотел примкнуть к движению Ганди, чтобы освободить Индию от гнета колониального. Президент Сарасова сказал, что это не важно, гнет или свобода в этом мире. Важно вечное послание проповедовать. И так случилось ведь. Ганди после этого обвинили еще, когда англичане уехали. Обвинили в его недальновидности. Он сделал, освободил как бы Индию от англичан, а на самом деле еще большую зависимость Индию поставил перед Англией. Та выдумывала контрибуцию, долг в миллиарды, миллиарды, миллиарды денег. И он согласился, что другого выхода не было. Но Индию стал в долгах, и еще хуже стала ситуация. То есть Ганди был застрелен. И все его учения, есть его пример. Как бы в Батистан Сарасова сказал, временным успехом. Кратковременным успехом. Но как личность, посвятившая себя свободе народу, он до сих пор герой. Он до сих пор национальный герой и великое личное магатма. Он добрый человек. То есть есть великие люди. Но даже этих великих людей смывает безжалостное время ведь. Что же остается? Остаются только вечные принципы, на которые нужно возвращаться снова, снова и снова. Обычно люди возвращаются к Священным Писаниям уже со слезами на глазах, когда уже испытывают много страданий в этой мире опытами. Что жизнь невыносима становится. Они снова возвращаются к этим прописным старым истинам. Любовь к Богу. Боже Бог. А кто же такой Бог? И как его полюбить? Вот что важно. А кто такой я? Посвятить себя духовной жизни. Не сомневайся в этом. Зачем сомневаться в душе Бога? Нелогично это. Неразумно. Почитаем еще девятый текст. Поэтому перевод. О благословленной долгой жизнью. Объясни в легкодоступной форме, что в соответствии с твоими познаниями является абсолютным и высшим благом для всех людей. Вот. Легкодоступная форма. Шримад Багава это легкодоступная форма изложений. Что Веданта Сутра для единиц из миллиардов мудрецов. Наверное. Очень сложно. Нет возможности нам сейчас изучать Веданта Сутру просто самим. Помимо ни одной шлоки. Ни одной строчки. Поэтому легкодоступная форма означает какие-то нужно еще истории рассказывать. как бы комментарии дать. Раскрыть и расширить какие-то простые формулы. Например. В Веданта Сутре описывается авторитетность шастр. Шрути. Доказывается все в одной двух строчках. Если мы понимаем, что написано. Как говорится, что разумному человеку две минуты достаточно, чтобы понять, что Бог есть, когда с ним разговариваете. Неразумному из-за пять часов не объяснить ничего. Ну не понимает просто. Но если есть разум, то Веданта Сутра тогда имеет смысл. Но в Кали-югу разум ленивый называется. Ленивый, он не привык как-то вдумываться глубоко, внимательно быть к чему-то глубоко, не привык к этому. Кали-юга значит поверхностно. Быстро все. Быстро, 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 быстро. Быстро перекусил. Быстро посмотрел. Быстро прочитал. Быстро сдал. Быстро отметился. Быстро пошел дальше. Быстро забыл все. Ускоряется. Особенно сейчас это и ясно видно. Люди живут на таких скоростях, что не успевают ничего вообще понять в жизни. И к 90 годам он остается глупым. Даже к 90 годам он остается глупым человеком. Не мудрым. На таких скоростях невозможно. Ленивый разум называется. Вот он увидел картинку. Уже через пару секунд давай новую картинку. Вот интернет подходит для этого. Самое лучшее средство сейчас. Образование. Быстро, быстро, быстро. Потому что и лучше в доступной форме, чтобы кто-то под музыку рассказал красиво, талантливо, со смехом, с юмором. Тогда я пойму что-то. А так не интересно. Также шастра, если это бхагавадхи, то не всем интересно читать. Потому что тут нужно вдумываться. Средотачиваться. То есть нужно применить разум. Силу определен. Волю. Но тот, кто это смешит, сумеет сделать, он не потеряет ничего, говорится. Он оперетет многое. Но в целом есть такая ленность к этому. Поэтому здесь, учитывая влияние века калия, мудрецы говорят в легкодоступной форме. Ты благословлен долгой жизнью, они сказали. Поэтому нам спешить некуда. Они собрались там тысячу лет проводить жертвоприношение, правда. Потому что в векале делать нечего, говорится. Лучше ничего не делать. Лучше слушать и воспевать. Самое лучшее. Что все остальное проблемы приносит. А он благословлен, потому что он был сын Рамахаршаны Суты. Убил его Господь Баларама, его отца. Законная личность Бога. Убил травинкой куша. Запустил травинку и травинкой пробил его тело насквозь. Это было в зале собрания, где его отец Рамахаршаны Сута проводил катху какую-то. Он лидировал, на асане сидел. Он говорил об абсолютной истине, все как мудрецам положено. Когда Баларам вошел в зал собраний, все в это время встали мудрецы, выразили им почтение, поклоны. Но Рамахаршаны Суту не встал с асаны, потому что руководствовался мирским этикетом, обычным этикетом. Немерским даже, просто обычным этикетом, что сидящий на асане не обязан выражать почтение никому, пока процесс идет. Что представляет слова Кришны. Может не вставать, но это был особый случай. Не просто кто-то вошел, а сам Баларам вошел. О котором, собственно, и говорилось там на собрании, абсолютно истинно. И вот тут Рамахаршаны Сута не до конца осознал этот момент. Его достоинство чести быть убитым рукой Баларамы. С одной стороны надо доказать, с другой стороны это полное освобождение. Я думаю, он прекрасно знал об этом, может быть даже на это рассчитывал. Мудрецы не боятся смерти, уверяю вас. Такие, как Рамахаршаны Суты, даже не беспокойтесь об этом. Не думайте, что он был в ужасе там, убегал куда-то, прятался, спасал свою жизнь, просил о помощи. Он ждал милости Господа Баларама. И Баларама вспыхнул в гневе, взял травинку и он так и сидел на астане. Все, уже оставил тело. Хорошая смерть. Там было много браманов. Сказали, как же так, Господи Баларам? Ты верховная личность Бога, можешь делать все, что угодно, но... Но делать в том, мы все его благословили на долгую жизнь. Но браманы... Должно как-то исполниться, но с другой стороны. Ты верховная личность Бога, ты захотел его убить, поэтому как-то решит вопрос. То и другое должное исполнится теперь. И долгая жизнь, и его смерть. Ты Бог, ты знаешь, как такие задачи решать? Ты можешь все... Он говорит, да, сделаем. Раз вы благословили это благословение, придет на его сына, сутуга с вами. Вот он говорит. Ты благословен долгой жизни. Так Господь Баларама перенес это благословение на проповедника. Живи долго, чтобы проповедовать. Когда о тебе будут спрашивать, посвяти этому жизнь. Всю жизнь посвяти, говоря о Кришне. Это будет благословение. Работать до сих пор. По сей день. И так это приносит благо всем, всем людям. Высшее благо. Короткий комментарий. Поклонение Ачарии рекомендовано в Бхагавадгите. Ачарии и Госвами постоянно поглощены заботами о благополучии всего человечества. Особенно о его духовном благополучии. Духовное благополучие естественным образом приводит к материальному процветанию. Поэтому Ачарии указывают путь к духовному благополучию для всех людей. Перед видением состоятельности людей века Калия, железного века раздоров, мудрецы обратились к сути Госвами с просьбой изложить суть всех благооткровенных писаний, так как люди этого века ни на что не годны. Поэтому мудрецы вопрошали об абсолютном благе, который является высшим благом для людей. И далее описывается плачевное состояние людей этого века. Тут мы остановимся, потому что там уже плачевные вещи описываются. У нас Новый год начинается. Не будем. Век Кали – ужасное время. Но мы рады, потому что век Кали есть великое благословение. Величайшее благословение для людей века Кали – это повторение святых имен Кришны. Особенно именно Киртан Кришны имени Кришны. Это спасет от любых проблем. Имя Кришны не обусловлено вообще ничем. Для обусловленных людей есть другие имена Бога. В разных культурах, на разных языках. Для необусловленных людей имя Кришны дается. Если вы хотите познать, что такое душа – повторяйте имя Кришны. Если вы хотите познать, что такое русская душа – повторяйте что-то другое. А если вы хотите казахскую душу постичь, то тогда другие имена нужно повторять. Если вы хотите просто душу постичь вне тела – повторяйте имя Кришны. Вот и вся разница. Но везде душа так иначе должна присутствовать. И в казахской культуре, и в русской культуре. Это тоже надо поощрять. Пусть мы будем русскими или казахами – ну ничего, что тут плохого. Но пусть мы будем духовными. Пусть у нас будет культура духовная. Но если вы уж выбираете имя Кришны, то тут уже быстро забываете эти вещи. Казаховый или русский – какая разница. Бывает, что предный повторяет имя Кришны, но помнит, кто он. Забывает, что казах или русский, понимаете? Или индуист. Но это уж выбор, я не знаю. Само имя Кришна – это другое. После киртана мы забываем, конечно. А потом – нет, нет, подожди, кто я? А, я помню. Мне сейчас на работу, я вспомнил, кто я. Пусть работают гунны материальной природы. Будем наблюдать, как это они делают. И наблюдая, как действуют гунны материальной природы, мы быстро поймем, что там просто циклы. Ничего нового нас не ждет в этой жизни материальной. Это циклы гунны, они вращаются. Кажется, что что-то новое. Благодаря именно невежеству это кажется. Невежество затмевает память и кажется, что что-то новое происходит. Мы коротко живем, мы уже не помним, что эти кальюги были уже много-много раз в прошлых югах, повторялись. В писаниях написано, но мы уже не помним. Для нас это новая эра, многообещающее время. Чипы, представьте, нас ожидают. Это же удивительно удобно. Чипы и другие. Когда я с врачами разговариваю, сейчас же кажется, что новые технологии, аппаратура, диагностика, все совершенное, все новое. Но когда я близко общаюсь с врачами, они не рассказывают, нет, неизвестно, что лучше вообще. Только никому в этом не говорится. Раньше не было таких технологий, но неизвестно, что лучше еще. Сейчас такие жжики совершаются, все остальное решается, все равно человек врач, не машина. Машины, они настроены на какую-то волну, и только это они говорят. Он говорит, вы здоровы, но пойдите-ка к настоящему врачу, который слышит по пульсу все, он скажет, вы нездоровы. Машины не видят этого. Они не видят этого. А если понять свое здоровье нужно, на самом деле нужно пойти к чистому брену и спросить, что вы скажете обо мне. О, у тебя куча проблем. Твой ум нездоров. Ты несчастный человек. О каком здоровье ты мечтаешь? Почему ты рассчитываешь на какое-то счастье? Ты посмотри на себя вообще. Из такого семени не вырастают хорошие фрукты. Давай сделаем нормальные, нормальные самскары вложим оттуда. Здоровые какие-то вещи, мысли, цели, здоровые проекты. Тогда можно рассчитывать на какое-то будущее. Но у тебя этого ничего нет, ты эгоист. Что ты ценного сделаешь в жизни, скажи? Неужели ты рассчитываешь обмануть весь мир и стать лучше всех таким путем? Это невозможно. Нам нужно честное вот это вот общение. Да, нужны такие доктора. Не нужны эти аппараты. Ну, они нужны, конечно, сейчас. Без них сейчас тоже никуда не дед, потому что врач сам ничего уже без аппарата не понимает. Нам приходится обращаться к аппарату, к роботу. Скоро будут врачи-роботы, уже люди не нужны будут. Потому что люди на самом деле ошибаются сейчас, слишком часто. Роботы будут надежнее. Есть доктор преданная, она использует аппаратуру. Ультрасовременную, она хорошо юностирует на самом деле. Ловит все эти вещи и выдает все-все в деталях. Просто выписывает, смотрит туда, выписывает, как техник работает. То есть это калиюга. Но нам не этот метод нужен. Нам нужно оздоровить сначала свой ум. Такой аппаратуры сейчас нет. Нет. Нужен духовно учить. Поэтому они обращаются не просто к писаниям, не просто к информации, не обращаются к личности. И описывают, каких качеств должна быть личность, чтобы услышать от него глубокое знание, истину. Есть гуру, которые указывают на истину. Есть те, которые знают, могут дать истину. Вот суда Госвая может дать эту истину. Не просто показать, в какую сторону идти, и что читать, и к кому обратиться. Он может непосредственно быть сакшат харитвина, а быть непосредственно представителем Бога может. Почему? Великие знания и величайшие смирения. Как царь Протопоруда обрел милость Господа Читании? Господь Читании не хотел общаться с царями. Приняв саньясу он. Саньяси не общаются с материалистами. Царь – это материалист. Царь – это значит роскошь, дворцы, женщины и прочее. Политика, деньги. Это значит царь – слово. Саньяси никогда даже близко не встречается, не смотрит в эту сторону. Эта жизнь отвратительна во глазах. Материалистичная жизнь. А царь Протопоруда – великий преданный. Он хочет получить даршину Господа Читании. Личная встреча, аудиенции. А Господь Читании отказывает царю, всем другим не отказывает. Даже собаки на улице могут увидеть его. А царь думает, я, получается, хуже всех в итоге? Я думал, что я царь, как бы, я имею вес в обществе, может быть, да. А с этой точки зрения я самый бадший. Самый недостойный, получается. Но он задумывал, в чем утопиться в Акерме. Те, чтобы тело это царское оставить вообще. И родиться заново, чтобы увидеть Господа Читанию. И очень переживали спутники Господа Читания и Аппарата Протопоруды, потому что он, на самом деле, был Вочнавом, великим преданным. А Господь Читания следовал этой формальности. И они пытались его переубедить. Но он говорит, если вы будете меня просить дальше, я его покину. Джаганатхапури вообще. На отрез. В конце концов, каким-то образом сказали, что он утопится в океане. И тогда неизвестно, кто будет царем. Возможно, какой-то материалист на самом деле станет царем. Какое от этого будет благо. Может, как-то все-таки его поддержать. Если не встреча, то как-то поддержать царя Протопоруды у великого Вочнавы. И Господь Читания сказал, что у него есть сын, мальчик. С ним я могу встретиться через сына. Он отец и сын как бы не отличный, поэтому можно считать, что царь получит дальше тоже. Этого мальчика прислали Господу Читании и его одели в одежде Кришны. Желтый отходе одели ему. Чурбан оранжевый. Украсили драгоценностями, все настоящими. Дали флейту руки, павлини и перо. Он был очень красивый, смугловатый. Когда Господь Читания увидел, что перед ним Кришну с ума сошел буквально. Все, что напоминало Кришне, его сводило с ума. Этот мальчик катался в экстазе два часа, наверное. Прему обрел, потому что Господь Читания обнял его. И он часа два не мог прийти в себя. Такой был интенсивный экстаз. И в этом экстазе он вернулся к Протопоруды и к отцу. И отец, обняв сына, получил это прямо то же. И все подумали, ну вот проблема решена с царем. Теперь царь доволен. Но почему-то все наоборот. Царю стало еще хуже. Это он меня благословил, чтобы я больше никогда его не видел. Так. Нет, я этого не вынесу. Точно лучше умереть. Да, предное уже не говоря ничего Господу Читания. Затеряй целую игру. Будет Радхаятра, и ты подметай метлой. Метлу возьми. И мети улицу перед Господом Джаганатхой. Вот твой шанс. Забудь, что ты царь. Просто возьми метлу, подметай улицу. Господь Читания, возможно. Не обратит внимание на тебя, как на царя. Но как на смиренного преданного, он обязательно обратит внимание. Но тебя благословит так или иначе. Не важно как. Потому что смиренно преданный обязательно получает милость Господа. И сними потом царские одежды, иди в храм Гундича. В простых одеяниях, без всяких атрибутов. И там мы тебе устроим встречу. Потому что Господь Читания будет вне материального сознания. Он не узнает тебя. И так мы решим этот вопрос. Царь Протопорудра мел золотой метлой в улицу Господа Джаганатхи. А Господь Читания во время танцевал перед Божеством Джаганатхи. Прямо перед Ним. И Протопорудра, поскольку достиг такого смирения и такого искреннего желания. Он вдруг увидел, как это два божества на самом деле. Как одно божество Господь Джаганатхи встречается в Риндаван. А другое божество, он сними Радхарани, танцует перед Ним. В этом предчувствии встречи. Он лишился вообще материального сознания, когда понял это. Потом увидел, как Господь Читания на Радхарятре все формы себя распространил в разные группы и поддерживает Киртена в разных сторонах. Не все это видели. Протопоруд это все видел. Все это видел. Просто потому, что метлой мел перед Господом Джаганатхи стал очень смиренным в царских одеяниях. А в храме Гуничево он подошел в других одеждах. И когда Господь не отдыхал, в трансе в полном он массировал ему стопы. И пропел шлопу с Шиманбагаватом о разлуке с Господом Кришной. Господь Читания открыл глаза и сказал, ты кто? Ты спас только что мою жизнь. Я тут умирал от разлуки с Кришной, но ты стал петь о Кришне. Ты вернул мне жизнь. И Протопоруд ничего не сказал, что о своем царском происхождении ни о чем материальном. Другя, слуга, слуги, слуги. И Господь обнял его лично за такое смирение. Великие люди должны быть великим смирением. Иначе их величью грош цену. Если мы хотим делать великие вещи, а мы должны делать великие вещи. Каждый. Распространяться на ней Кришне это великая вещь. Так же должны научиться. И Протопоруд говорит, что Протопоруд дает нам хороший рецепт, как проповедуют люди материалистам. Лучший рецепт. Самый лучший способ. Он говорит, вы прославляете этого человека. Говорите, что вы великий человек. У вас есть либо деньги, либо власть, либо образование. Вы говорите, упоминаете это. И вы подходите к нему с травинкой в зубах. Очень смиренно. Кланяетесь ему. Действительно, я уважаю вас. От всего сердца вас уважаю. У вас достаточно разума. Достаточно влияния в обществе. У вас есть какие-то планы большие на жизнь. Вы не простой человек. Послушайте, что я хочу вам сказать. Если вы так смиренно подойдете, любой человек скажет, ну говори, говори. Что ж ты хочешь сказать? И тогда говорите, выкиньте из головы все эти глупости. С таким величием, с таким багажом, вы можете достичь успеха в духовной жизни. Или помочь распространять великие знания. Это как раз тезя великих. Это как раз для вас миссия. Вы подумаете, действительно, что-то в этом есть. В жизни много глупостей, правда? Может быть, что-то есть, что говорит этот человек. Если мы на самом деле смиренно будем так обращаться и правдиво, то люди будут воспринимать что-то. Но если мы, обладая большими знаниями и большой гордостью проповедуем, люди не принимают хорошие вещи. Им не хочется чувствовать себя ниже кого-то. В Кали-Югу никто не желает быть ниже другого. Все хотят быть выше. Поэтому подчеркиваем, вы на высоком уровне. У вас хорошая машина, у вас есть семья, у вас есть работа. Вы много делаете. Ответственный человек и так далее. Говорим хорошие вещи людям. Почему нет? Но давайте еще улучшим эту жизнь по-настоящему. Осталось только добавить сознание, развивать сознание. На благо всех людей. Так. И далее описывается плачевное состояние людей этого в Ягакалии. Но если вы в новости заглянете, не заветую. Но если так или иначе это случится, вы увидите много там плохих новостей. Очень много. Океан порог. Привыкли к этому? Каждый мне нравится. В Ягакалии такие вкусы сменяются. Это не наши вкусы. Равно относиться к человеческим страданиям и счастью – это гордость. К своему, да. А честно говоря, мир катится в ад с каждым новым годом. Все друг друга поздравляют перед этим. Будем счастливы. Это как издевка просто какая-то. Столько натворили за этот год и теперь будем счастливы еще в следующем году. Таким же путем. Наверное, когда всех чипуем, будем более счастливы. Ну такие сумасшедшие бредовые идеи. Потому что никто не знает, как стать человеком. Без чипов уже управлять никем невозможно. Чтобы устранить коррупцию, нужно сделать какие-то автоматы. Потому что человек невозможно, ничего с ним не сделаешь. Он все равно жадный. Мы не знаем, что делать с человеком. мы хотим заменить все автоматами. Мы отказались уже от экзаменаторов, от ДПС на улицах, там тоже камеры стоят. Потому что человек – это проблема. Скоро будет робот-нянька, потому что и мама тоже проблема. Мама тоже может хлопнуть дверь и уйти, забыть про детей. Это же не просто какой-то несчастный случай. Это тенденция. Крупал говорит, еще лет там, когда за 50 еще до его проповеди в Индии, говорит, впервые увидел на улице курящего мужчину и одинокую женщину, идущую по улице. Впервые в Индии увидели. И понял, что наступает время деградации. Два маленьких признака. Люди сейчас ничего не видят. Ничего не замечают. Это несчастный случай. Нет, это деградация. Это серьезная вещь. Хорошо, какие будут вопросы по Кали-Юге, по проблемам? Небольшой вопрос. Получается, мы живем в Юге, это мы с Сати-Юге живем или какие-то существа могли приходить в другие Юге себя? То есть ты с Сати-Юге еще здесь? Я не знаю. Как ты в Казахстане оказалась, скажи? Откуда пришла? Или в Казахстане жила все время? Если бы ты выбирала новое рождение, где ты родилась сейчас? В Казахстане? Не уверена. Не уверена? Сомневаешься? Сати-Юге, как правило, люди не остаются в другие эпохи, потому что они ниже, они сознают это. Они поднимаются на высшие планеты, как правило, все. Там они ждут, когда Кали-Юга кончится. У них нет в этом как бы интереса. В Казахстане приходят люди, жаждущие этого времени, что свобода пороком здесь, не хотят обрести этот опыт чувственных наслаждений. Таких много жив, их миллиарды людей. Потому что в Сати-Юге были немного людей на планете. Они просветленные были, контролировали ум, чувства, в медитации пребывали, естественно. И поднимались на более высокие планеты. Они могли это планировать также, когда уйти и как. Например, Ют-Иштира также мог планировать. Когда он видел признаки Кали-Юга, он сказал, пора уходить. Когда Господь Кришна покинул планету, они сразу ушли. Не дожидались, когда Ют-Юга наступит. Это уже оставили Парикшиту. Парикшит непосредственно с Калей уже столкнулся. Затем Парикшит ушел, потому что Калей затеял там интригу и все-таки сверх царя. Через проклятие несмышленого Брамана он действовал, гордого Брамана. Затем Парикшит погиб, погибает, освобождается полностью, слушая Шриман-Бхагаватам. На его место сын становится Джан-Миджая, последний праведный царь планеты. Это был Джан-Миджая, это уже была Кали-Юга. Он свою жизнь посвятил поддержанию духовных принципов и мести за убийство царя. Уничтожал змей. Огромное жительоприношение он организовал, чтобы уничтожить всех змей, всех змей. Включая Такшику. Такшика просил защиту Индры. Индра стал защищать Такшику. И вот Джан-Миджая приказал Браманам своим читать мантры, чтобы вместе с Индрой сгорел Такшика. То есть Индра защищает его. Вместе. И на самом деле они были очень могущественны. И стали падать вместе с Индрой в этот огонь. Это тоже было остановлено более высокими авторитетами. Сказали, что все, остановись, Джан-Миджая. Усмирить свой гнев. И он, как Вайшнав, принял авторитет старших. Прикатил жертвоприношение. Но огромное количество змей было уничтожено. Не счесть сколько. Они сами под звуками мантры должны были ползти, приходить и входить в огонь. Это было ужасное ягодие. В отмерстку за смерть Махараджи Парикши. Такая реакция была. Он управлял затем праведно. Настолько, насколько возможно. Уже следующие цари не следовали строго в ведической культуре. Бака там описывается, по-моему, в 12-й песне, в 3-й династии. До времени царя Ашоки, по-моему. Который буддизм поддержал. И все на этом заканчивается. Дальше уже нет никаких царств. И монархии уже не было после этого. Там уже демократия, уже совсем все другое. Это не нужно описывать. Но век за веком, век за веком буквально. Или через какие-то столетия, какие-то принципы снижали цари вниз. Там описываются эти вехи. И Калиюга постепенно, очень медленно, медленно. Сейчас она ускорилась. Сейчас она с ними шагами. То, что сейчас происходит, мы превосходим историю. То, что раньше потерялось тысячу, полторы тысячи лет, сейчас требуется всего лишь несколько лет, чтобы упасть на этот уровень. Очень быстро. То есть на высшие планеты не действует как йога или меньше? Не так действует. Она есть по всей вселенной сейчас, это эпоха Калия. То есть вселенская юга, эпоха. Я слышу, что на высших планетах это как пасмурная погода. На низших планетах тоже большой разницы нет. Чуть-чуть жарче огонь и все. На земном уровне, конечно, сильная разница. Между сати-югой и Калией-югой очень сильная разница. При этом надеется, что начнется золотой век скоро. Но это все рассчитывают, так я вижу. Тогда мы должны много жизней еще прожить, чтобы увидеть. Это не очень практично. Сейчас переходный период, мы не увидим золотого века в полной смысле слова. Мы увидим золотой век в Исконе, если сделаем тут его. Если будем контролировать свои чувства, мы сможем создать такие островки золотого века. Мы это и делаем, собственно говоря. В разгар калиюги мы будем петь танцевать, видите? Странная культура. Люди будут не понимать, почему они поют и танцуют, когда нужно плакать вообще. Всем. В дни траура иногда выходят на Харинаму. Для предных и траур тоже Харе Кришна. И рождение и траура одинаково празднуют, так сказать, отправляют. Харе Кришна поют в любых случаях, всегда это уместно. И когда человек умирает, и когда рождается, и когда свадьба, и что бы там ни было. Но люди же этого не понимают. Вы веселитесь. У нас траур. В шоке просто от нас. Иногда мы забываем о них. Когда предный приходит на программу, и никого не приводит с собой, новых людей, да? Сам только ходит. Это значит, что он сомневающийся, бессердечный, как бы сказать. Чтобы кого-то приводить, нужно стать крутым. Нитинанда был такой ученик один крутой. Бандит, разбойник, глава. Он хотел вообще ограбить Нитинанду сначала. Как он? Украшения все эти, вы знаете. Серебряная трость, там, рубин, чалма, там все. В бриллиантах, в женчугах. И он саньяси при этом. А ватху-то так себя ведет. Вне правил предписания он, трансцендентной саньяси. И этот браман, бывший бандит этот, бывший браман, он завидовал ему. Он думал, он вот это ватху-то себя строит, вот ограбим его. Поделили уже там его все драгоценности между собой. И они там три ночи пытались это сделать, и три ночи ничего не получалось. Первую ночь все уснули почему-то бандиты. Это было странно для всех, потому что ночью они не спят, они работают. Спят днем. Но тут все просто отключились. Проспали. Бандит подумал, что это странно, но может мистическое влияние какое-то. На другую ночь они уже решили не спать. По страхам наказания. И вот когда свет там погаснет, в их домике там, где они остаются, эти преданные овощнавы, мы нападем. И вот там свет погас, все, никто не уснул. Домик, кажется, все затихло. Они стали приближаться к этому дому. Вдруг увидели в темноте четыре или несколько там фигур гигантов, солдат вооруженных. Экипированных полностью. Там луки, стрелы, мечи, ножи там, ну все. Огромные, мощные. Ходят и повторяют Харе Кришна вокруг дома этого. Охраняют его. Боже мой, ничего себе, царская охрана, что ли, какие-то гиганты. Тут один из всех нас разгонит, растопчет просто. Нет, тут сегодня мы не можем напасть. Снова задумался этот браман. Еще одна странность, откуда эти солдаты вообще? Таких никогда не видел. И на третий день не было ни солдат, никто не уснул. На третий день пошел град. Когда они уже врывались в дом, вдруг погода изменилась. С это, с куриное яйцо. Стал ломать буквально, сбивать их, град стал падать. Ливень вперемешку, ураган, стали деревья падать. И они вдруг все ослепли, все до единого. Стали ползать, натыкаться друг на друга, драться друг с другом, не разбирая кто что. Потом повалили в какие-то колючие кусты. Потом все попадали во враг какой-то и переломали себе руки и ноги. Все изувеченные там утром очнулись. Тут Браун подумал, нет, погодите. Это не совпадение. Первый раз мы уснули, нужно было сразу понять, что это не то. Другой раз эти солдаты мистические. Третий раз это вот это все стихия. Я понял, этот Нейтенанда – Верховная Личность Бога. Этот крутой бандит. Пришел однажды на Харинаму с таким бандитским видом, знаете, и пошел прямо к Нейтенанде. Все преданы перепугались. Это, знаете, был такой как глава мафии. Он пошел прямо к Нейтенанде. Нейтенанда безмятежно на него смотрел, сияя. Тот упал в Дандавад перед ним, к стопам. Говорит, прими меня, ученики. Я повторяю, говори, Кришна, соблюдай четыре принципа, больше не воруй. А можно буду проповедовать? Да, иди проповедовать тем, с кем ты раньше грабил. Вот таких людей приводи сюда. И поскольку он был глава мафии, он зашиворот так вот переводил каждый день. Гроздями бросал их к стопам. Нейтенанда, предавай здесь негодяям. Эти под страхом повторяли святые имена и так далее. Должен быть очень крутым человеком. Ты можешь быть культурной, образованной, но внутри должен быть очень крутой и решительной, чтобы проповедовать. Внутри. Не нужно внешне показывать свою крутизну. Внешне обычно культурный, нормальный человек, но внутри должен быть очень сильный, чтобы это делать. Сомневаешься, человек не сможет это делать. Если сомневаетесь, изучайте шастры. Какие сомнения останутся? Если вы изучили шастры, уже все аргументы получили, непровержимы, продолжаете сомневаться, ну а значит нет преданности. Нет бакта. Спасибо за лекцию. Я позже пришел. Может, вы говорили об этом? Напомните, пожалуйста, в этом стихе говорится о том, что получают благо ученик. О каких благах идёт речь, и как идёт процесс придачи этой милости блага? Духовное благо. А, как ты спрашиваешь? Какие условия предъявляются блага? Мимо здесь также комендарь говорится о милости, которую даровали мудрецы. Пропада объясняет, что когда доволен духовный учитель, тогда ученик обретает эти блага. Благо, значит, он приближается к этим ценностям. Так обретает благо. Например, люди пытаются выслуживаться на работе, чтобы сделать карьеру, нужно выслуживаться для этого. Нужно начальству удовлетворить. Нужно что-то очень хорошее, но важное, значительное сделать для начальника. Для его карьеры, скажем, для его успеха, для организации. И тогда начальник, он даёт свои благословения этому человеку. Тоже повышает по службе, там, повышает ему жалование. Это аналог, мы сейчас объясняем. В территории, скажем, начальника на работе, человек получает продвижение. Вот и всё. В материальном смысле это выглядит немножко нечисто. Согласен, да? А в духовном это чисто. Если кого-то нужно удовлетворить, так это в духовном учителе говорится. Потому что это чистый процесс. И если он доволен, всё очень просто так же, как тот начальник благословляет. Только материальными какими-то, здесь духовными. Постепенно служа своими духовным учителем, я должен обрести его сознание, его знание. Гуру-ученик очень связаны друг с другом. Буквально как отец и сын, что если отец доволен ребёнком, в семье всё хорошо будет. Если сын сам по себе живёт, пренебрегая отцом, не ценя его заслуги, его жертву, что он обретёт? Таким людям даже наследство не оставляют, как правило. Отец недоволен. Я думаю, это не сложно понять. Вопрос. Как нужно избавиться от зависти? Избавиться от ненависти к очень близкому человеку. Хотя есть такое понимание, что это заслуженно, что это моя карма. Она всё равно будет. Но... Пока ты себя связываешь с этим человеком, ты не освободишься. Всегда, когда ты вспомнишь об этом человеке, ты почувствуешь эту движу. Это заложено самскары уже, уже как бы результат каких-то прошлых деяний, карма. Поэтому, пока ты будешь думать об этом человеке, ты не сможешь освободиться от этого движения. Ты должен думать о Кришне. Хотя бы во время, когда ты джапу повторяешь. Во время преданного служения. Всякий раз, когда ты вспомнишь того человека, тебе будут неприятные впечатления. Всегда. До определенного уровня. Когда сердце очистится, ты поймешь всё по-другому. Ты поймешь его как воплощение твоей собственной кармы. Не просто как его как плохого человека, а как воплощение твоей кармы. Таким образом, ты можешь освободиться постепенно. Но всё равно, всякий раз, когда ты вспомнишь того человека, ты будешь чувствовать себя не очень хорошо. То же самое. Да, всем плохо, когда не вспоминают плохих родственников. Это и есть главная проблема. Они напоминают о себе постоянно, мы их не можем забыть. И даже плохие родственники, они всё равно что-то требуют от нас. Они не отстают от нас, они нас будут преследовать всю жизнь. Если это плохой родственник. У Мухаммеда был... Был... Один сподвижник. Хамза. Звали его. Это был очень отважный воин. Много сделал для проповеди, для защиты ислама. Хамзу убил один раб. Нанятый. Не воин. В общем, смерть плохая была. Просто пообещали свободу этому рабу. И что просто он его убил как животное из укрытия. Не сражается с ним. И он метнул копье и убил Хамзу. Таким образом. Таким путем. Потом этот раб освобожденный стал мусульманином. И просил прощения у пророка. За то, что он это сделал тогда. Пророк сказал, я прощаю его. Но никогда не хочу видеть его лица. Никогда ко мне он не должен подходить. Чтобы смог напоминать это все. Не идеализируйте. Если какие-то люди плохие, вы всегда вспомнив, не будете чувствовать себя хорошо. Хотя это карма, понятно, ему заслуги. Но отношения есть отношения. Просто нам нужно будет в какой-то момент простить всех. Простить все это. Отпустить все это. Момент особенно ухода из этого мира. Пока вы живы, я не думаю, что так можно это искусственно сделать. Но если вы поглощены сознанием Кришны, миссией, деятельностью, то вам легко это будет все переживать. Не живите там, где плохо. Ум ваш не должен быть там, где плохо. Ум должен быть там, где хорошо. Для этого повторяем мантру, чтобы научиться этому. Чтобы жить там, где хорошо. И даже можно благословить этих всех обидчиков в итоге. Представьте, что они станут преданными. Это же все будет хорошо. Чем мы их просто накажем. Лучше, чтобы они стали преданными. Закон суровый. Любого человека, который мы отвергаем в этой жизни, отвергаем, он от нас не отстанет. Это уже карма. И в следующей жизни он придет в том же духе. И он будет нас, пока мы не осознаем нашу духовную связь. До той поры. Это будет за нами тянуться миллионы жизней. А как я могу служить этому человеку и вместе живем? Кришне служить. А им? Корби посадом. Самое простое. Терпи. И терпи. Лучше вместе не жить, да? Можно об этом? Ну, если уже невозможно, зачем жить вместе, конечно? Лучше тогда отдельно жить. А если все равно на месте живем, значит это вот… Ну, чего-то… Терпи. 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 Еще не убивайте друг друга, нет? Ну, тогда еще терпи. Что необходимо сделать, чтобы разум не ленился? Слушать. Самый лучший способ с Шраваном Киртеном. Если вы читаете книги про упады каждый день, значит вы уже в порядке. Значит в порядке уже. Сразу вам все хорошо. Хорошо, объясните, пожалуйста, что такое и кто такое наш ум? То есть если я понимаю самостоятельная личность о нашем оболочках, если это не личность, самостоятельная. Ум – это моя роль в этом мире. Отождествление. Да. Я именно прибегаю к помощи ума, когда хочу какую-то роль играть. Когда не знаю себя, я обращаюсь к уму. Кто я? И он говорит, ты кто? Я тебе скажу, кто ты. Ты муж, ты отец, ты русский, ты то, то есть все. Посмотри, сколько у тебя получается. Поехали вперед. Поехали вперед. Вот когда я не знаю, кто я, я слушаю ум. Так я попадаю под явление. Поэтому я читаю, я не это тело, я душа. И ум не знает, что делать. Задумывается, что же делать. Да, ты не то тело, но на работу ходить-то надо, правильно? Значит, кто ты? То есть он будет еще так. Аргументы какие-то переводить, сомнения. Но когда мы философию изучаем, глубже, 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 умр, заблачается. Заблачается. Говорит, ну сам тогда решай, я не знаю. Устраняется. Он, да, может устранится, но пока ты не решишь, ничего не произойдет. Он устраняется всегда, когда мы слышим Симан-Бхагавата. Он не может это опровергнуть. Но пока ты не решишь стать преданным, он будет возвращаться с новыми аргументами. А вот задавали вопрос про зависть, по степени увеличения зависти. Я знаю, что есть священное описание. Не думайте много о зависти. не нужно пометовать о зависти. Так зависть себя почувствует человеком, если мы много внимания уделяем и думаем об этом. Она почувствует себя чем-то значительным, важным. Аханкара будет наслаждаться этим. Вот я завистливый, оказывается, что я еще жадный. Смотрите, я еще... Я эти пороки... Аханкара чувствует себя честным человеком, понимаете? Правдивым, самым правдивым человеком в мире, который может все о себе сказать точно правду, не лжет себе, понимаете? Ты святой человек, скажет Аханкара, ты святой человек. Об Аханкаре говорят психологи, об Аханкаре говорят многие отшельники и много из экспертов в этой области о том, как идеал в сердце живет, как трудно его победить. Из них практически никто не служит Кришне. Парадокс. Находит удовлетворение просто в самоанализе. Тончайшее ложное эго образуется. И тот, кто понимает, что вот этот процесс утончает ложное эго, начинает молиться Кришне со слезами на глазах. Спаси меня. Просто спаси меня. А как? Слушай о Кришне. Говори о Кришне. Думай о Кришне. Все. Не надо думать о других вещах. Слишком много. Это для тех, кто сомневается, что у него есть зависть. Можно показать. Видишь? Оф! Вижу. Все, я понял. У меня тоже полно зависти. Все ясно. Но их достаточно. И слушай о Кришне. Говори о Кришне. Думай о Кришне. Служи Кришне. Манмана Бао Мадвакто. Там ничего не говорится. Что у него зависть анализирует все эти вещи. Немножко. Уже достаточно ты знаешь об этом. Уже достаточно. Мы знаем, что у зависти есть свое имя. Мацария. У оскорблениях Нинда. Мы уже изучаем. Мы уже знаем. У тебя имена есть. Мы знаем их имена. Знаем их адрес. Но в гости к ним не ходи, пожалуйста. Не призывай их слишком часто эти имена. Только ты говоришь Нинда. А образ Нинды появляется в твоем уме тут же. Который ты говоришь Мацария. Мацария тут же перед тобой. Готова к служению. Когда человек думает о змеях, змеи к нему приближаются. Когда мужчина и женщина, женщина приближается. Так все работает. Духи привидений тоже приближаются, когда о них думают. Они есть. Но мы о них много не думаем. А ты что хочешь? Ананду. Ананду хочешь? Или ты не знаешь, какая между ними разница? Да. А как же ты выбор сделал? У нас же вещь. Ну, вещь знаешь, значит. Разница есть, конечно. Ну и также качественно, неглубокое счастье сукам. Это материальный образ счастья. Парсана лучше, чем сукам. Сукам это означает хорошо сбалансировано и устроено в этом мире. А Парсана, значит, радостный сам по себе. Но Ананда, мы имеем отношение с безграничным источником. Но не с безличным, а с личностью. Это Ананда. То есть мы от Кришны получаем. Не просто из сундука. От личности. Как в служении личности. Ананда – это есть взаимоотношения с этой личностью. Это Ананда. Когда ты говоришь, Кришна – мой вечный господин. Это Ананда. Кришна – мой вечный друг. Это Ананда. Вот это Ананда. И что ты думаешь? Мой вечный сын. Это ее Ананда. А Парсана – это просто твое состояние радостное, счастливое. Твоя природа. Брамабута – Прасанна Атма. Радость души. А Сука – дух – это больше материальная область. Сукхам. Кхам – значит много пространства. Су – очень много. Счастье. Много денег. Сукхам. А Дукхам – наоборот. Маленькое пространство. Дукхам. Кхам – это эфир пространства. Мало. Мало денег, маленькая квартира. Да они очень хорошо там себя чувствуют. Дукхам. Люди вокруг. Тамагунные. Дукхам. Нечем с ними поговорить вообще. Неинтересные. Дукхам. Ну вот что-то в таком духе. Маленькое пространство. Вкусная пища, Сукхам. Барсана – это ты сам. но ананда у тебя есть кришна но говорят нужно помянуть так стоит старики говорят помянуть надо родители ничего большого значения не придавайте естественно не будут снится иногда предки сейчас такой сильной связи нет между предками поколения быстро забывают в прошлом когда были династии они приходили великие предки давали наставления в этом смысле это важно а просто сняться но это особенно помянули сырых али кришны сейчас рассказывали эту историю о царе который был одновременно вайшнам и одновременно царем да есть да как это формально страна нашей жизни и внутренняя страна жизни нужно то другое понимать например представьте какой-нибудь царь становится преданным получает посвящение первое как не нужно относиться начинающим бредные вот мой вопрос каков этикет перед вами царь начинающий при этом а вы старший при этом что будешь делать этикетки почему-то уклониться больше младшему а как проявишь уважение не знаете придешь и будешь заботиться о цели вот надо знать этот этикет есть формальная сторона который тоже мы должны учитывать себя если человек заинтересовался сознанием кришны и здесь люди не знают этикета скажем если он высокопоставленный человек не знает этикета или пренебрегает он сюда не придет они нас придет и больше никогда не появится то что пренебрегается формально стороны он высокопоставленная личность это нужно учитывать например молоде премьер-министр индивен практическим президент наси посетил храм индейский знаете проводил там пуджу бага вот дети которые вот издали в италии огромный экземпляр такой большой это было событие он как ващнав пришел на ему оказали почтение как премьер-министру формальную сторону соблюли полностью при этом он соблюдал этикет по отношению к садху который насчет а у нас что здесь коммунизм пока сюда высокопоставленная личность не придет что здесь уронил уронилов к анархия какая-то сознание бишь называть мы пренебрегаем этим этикетом а как теперь к ним относиться как теперь к ним относиться соблюдая формальный тоже этикет нужно знать учитывать это уважать к богатому человеку нужно обращаться как богатому человеку к тому кто имеет власть нужно обращаться к тому что он имеет власть учитывать это если встречать амана швире но великий учитель может быть он не ващнав но он великий учитель и он верующий выражать ему починить к великому учителю тоже иначе никакого контакта не будет человек если вы не признаете какую-то ту сторону это ошибки поэтому наше движение считается а социальным с точки зрения тех людей именно высокопоставленные люди не приходят сюда приходит тем кому терять уже нечего все потерять ну так и началась даже не в америке через хиппи пропадая он знал как общаться с каждым умел поэтому когда он ушел с планеты ученики подумали что движение кончится не чувствую что не смогут также детали группа труба на виде человека знал как как общаться с каждым они были очень растерянны напуганы на просмотре что есть настроение пропады их множество стали сдавать эти вот все интересоваться изучать и дело пошло дело пошло варнашама дхарма есть варна есть ашрам может читать все много раз почему забываем жизни нам сказали что сейчас нет варнашама дхарма нужно все это плюнуть если мы плюнем и сам это хорошее что осталось навредим плевать никуда не надо надо уважать то что есть иначе вообще ничего хорошего не останется можно критиковать современные законы коррупции а что будет дальше знаете лучше вы поэтому уважайте то что хорошие еще есть не растопчете это как лично ведь я сохраняю то что ты имеешь хорошие и добавляю то что не хватает вот так нужно действовать сохраните то что из хорошего бережно в турбой культуре казахской российской как бы то ни было хорошие вещи сохраните хорошо риск не и добавьте туда что-то хорошее это сознание лишь нужно постепенно добавлять постепенно на на этой тяжелой ноте как всегда мы останавливаемся естественно что за год у нас будет такой новый что правопадаки и а а а а